Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Феодосия, игумена Киева-Печерского «Неисповедимы судьбы милосердия Божия» Так говорит преподобный Нестор в начале своей повести о преподобном Феодосии. «Вот Бог избрал пастыря и учителя иноков, не из мудрых философов и не из городских властелинов, но да прославится имя Господне, грубый, необразованный, явился мудрее философов. О, сокровенная тайна! Отколи нельзя было ожидать, оттоли воссияла пресветлая зорница!» Феодосий родился в Василеве, недалеко от Киева, но еще в детстве стал жить с родителями в Курске. Он с юных лет стремился душой к Господу, не любя детских игр, ни нарядов. Каждый день ходил он в Церковь Божию и со всем вниманием слушал священные книги. Сам он упросил родителей отдать его какому-либо учителю для обучения его чтению святых книг. Он учился быстро и отличался притом кротостью. Был послушен не только учителю своему, но и всем учащимся с ним. При прекрасных дарованиях и прилежаниях он весьма скоро выучил преподаваемую науку, так что дивились разуму детяти и скорому его обучению. На 14-м году, лишившись отца и оставшись под надзором матери, женщины строгой и упорной, хотя и любившей сына страстно, Феодосий рано узнал горечи жизни. Он горел любовью к Господу, а мать его была не такова, думала более о земле, чем о небе. Наследник значительного имущества носил он одежду более чем простую и ходил с слугами на работу. Мать побоями приказывала ему жить, как живут равные ему. Благоговейный юноша думал, как и каким путем спастись ему. Раз случилось ему видеть странников, услышав от них о святых местах палестинских, он неотступно просил взять его с собою и тайно от матери ушел за ними. Мать догнала его, с гневом и яростью била его и, бросив в запертой комнате, два дня оставляла его без пищи. Потом, накормив, еще несколько дней оставляла ноги его связанными, чтобы он не ушел. Любя сына страстно, она от гнева и жестокости переходила к ласкам, упрашивая сына не оставлять ее. Феодосий по-прежнему ходил в церковь. Заметив, что литургия совершается редко, по недостатку просфор, он стал печь просфоры. Матери его не понравилось и это занятие сына. Сперва она ласково просила его оставить печенье и просфор. «Ты наносишь», — говорила она, «без счастья роду своему». «Не могу слышать, как смеются над тобой за это занятие». Добрый сын почтительно объяснил матери высокое назначение просфор. Мать успокоилась на время. Но на другом году, видя, что сын почернел от печи и огня, опять стало запрещать ему печенье и просфор, иногда с угрозами, а иногда с жестокими побоями. Добрый юноша не знал, что делать. Чтобы избавить мать и себя от тревог, он тайно ушел из Курска в соседний город и там у священника продолжал святые занятия. Мать нашла его и здесь, привела домой и решительно запретила печь просфоры. Благочестивую жизнью и кротостью нрава обратил он на себя внимание начальника города. И тот захотел, чтобы Феодосий служил в его церкви, вероятно, домовой. Не раз дарил ему начальник хорошую одежду, но каждый раз Феодосий отдавал ее нищим, а сам оставался в рубище. Зато добрый начальник еще более полюбил Феодосия. Ревнуя об усмирении плоти, Феодосий возложил на себя железные вериги и терпеливо носил их, хотя скоро изранили они тело его. При перемене белья мать увидела кровь на рубашке. Это открыло ей, что сын носил вериги. С яростью сорвала она их сына и жестоко избила его. Но напрасно мать старалась погасить в сыне любовь к подвижнической жизни. Раз слушал он слова Евангелия, «И же любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин». «И же любит сына или дщерь паче меня, несть меня достоин». Эти слова на этот раз сильно потрясли Феодосия. Он увидел, что любовь матери к нему не служит ни ей, ни ему на пользу, и решился непременно удалиться из дома, чтобы вполне посвятить себя Богу. На несколько дней мать отлучилась из дома. Феодосий воспользовался тем и отправился в Киев, где, как слышал он, есть монастыри. Не зная сам дороги, он догнал обос и за ним в три недели дошел до Киева. Здесь обошел он все монастыри и просил иноков, чтобы приняли его. Но они, видя простого отрока, одетого в худые одежды, не хотели принять его. Услышав о блаженном Антонии пещернике, Феодосий окрылатил духом и поспешил к нему. Со слезами пал он к ногам подвижника и просил его принять к себе. «Чадо», — сказал ему Антоний, «видишь ли, как эти пещеры мрачны и тесны. Ты молод, и, как думаю, не можешь переносить скорбей на этом месте». Феодосий отвечал, «Ты знаешь, честные отчи, всевидящий Бог привел меня к твоей святыне, да спасусь тобою, потому что прикажешь мне делать, то буду исполнять». Тогда блаженный Антоний сказал, «Благословен Бог, укрепляющий тебя чадо, на такой подвиг». И Никон, по повелению святого старца, постриг Феодосия. Это было в 1032 году, на 24-м году жизни Феодосия. Новый инок со всем жаром предался трудам подвижничества, посту, молитве, послушанию, смирению. Так что Антоний и Никон дивились крепости юноша и славили Бога за него. Но Феодосию еще раз надлежало вытерпеть борьбу с материнской любовью. Спустя 4 года пришла она в Киев, долго и напрасно искав его в Курске. Явясь к Антонию, просила она свидания с сыном. Но напрасно мать убеждала возвратиться в ее дом. Феодосий отвечал ей, что если желает она по временам видеть его, пусть вступит в женскую обитель. Мать долго не соглашалась на то. Наконец решилась посвятить себя Богу в обители святого Николая. Жизнь пещерников была вообще строга, а Феодосий не щадил себя. Пищей их был ржаной хлеб, а в субботу и воскресенье сочево. Когда же не доставало и того, готовили и ели зелень. Чтобы иметь хлеб, занимались простым рукоделием, продавали его, а себе покупали зерна и потом, разделив, сами мололи. По окончании утренни шли в огород и копали землю до часов. После литургии трудились в своей келье. Феодосий трудился более других. Крепкий телом брал он на себя часть трудов чужих, носил другим воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому муку. В храме являлся он прежде других и, став на месте, не сходил с него. Чтение совершал со вниманием, не развлекаясь ничем. Подвиги Феодосия представляли его вполне достойным саносвященства, и он облечен был им по удалении Никона в тму таракань. В 1057 году братья избрали Феодосия в игумена и святой Антоний одобрил избрание. Отец наш Феодосий, хотя и принял начальство, не переменил своего смирения и правила. На труды выходил прежде всех, равно как и к службе храма. С сего времени место стало цвести молитву праведника. Число братьей умножалось. Феодосий построил более обширный деревянный храм Успения. Бдительный игумен, окончательно устроив братью на новом месте монастыря, стал вводить порядок иноческого жития по уставу студийскому. Он не отвергал никого из тех, кто желал быть чернористцем, ни бедного, ни богатого, зная по опыту, как тяжело душе, когда не принимают в обитель. Но постригал не вдруг, а повелевал пришедшему ходить в своей одежде, пока привыкнет к монастырскому порядку. После того облекал в монастырскую одежду и испытывал во всех послушаниях. Потом постригал и облекал в мантию. Когда же оказывался кто добрым иноком, то удостаивал и святой схимы. Ночью обходил он кельи иноков, чтобы видеть житие их. Кого заставал на молитве, благодарил Господа. А если слышал беседу двух или трех, ударял в двери и наутро давал кроткое наставление о внимании своей душе. Отец наш Феодосий запретил привратнику, чтобы после обеда ни для кого не отворял ворот до вечерни. Строгость этого правила испытал на себе и великий князь Изяслав. Феодосий каждый день трудился наряду с братьей ее. Часто ходил он в пекарню наряду с пекарями и веселый духом месил тесто и пек хлебы. Раз пред праздником Келлорь говорил, что некому носить воду. Блаженный поспешно встал и начал носить воду из колодца. Один увидел это и поспешил сказать братьям. Те побежали делить труд с игуменом. В другой раз некому было нарубить дров. Я празден, сказал игумен, и пойду. Братьей велел он идти в трапезу, так как было время тому, а сам стал рубить дрова. По окончании стола братья увидели, что преподобный игумен их рубит дрова и трудится. Тогда каждый взял топор и наготовили столько дров, что стало их надолго. Присутствуя за трапезу братскую, Феодосий обыкновенно вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла. Смирение его было изумительно. Раз великий князь Изяслав, любивший и уважавший его, приказал по случаю позднего времени отвезти его в обитель в покойной тележке. Слуга видит инока в худой одежде и говорит «Ты чернец, каждый день без дела, а я живу в хлопотах и труде. Садись на лошадь, а я лягу на твоем месте и посплю». Преподобный, не сказав ни слова, обменялся местом со слугою. Перед вратами обители иноки встретили игумена с честью, и слуга, увидев это, совсем растерялся. Игумен приказал угостить его как можно лучше. Никто не видал Феодосия, чтобы он лежал, а засыпал он сидя. Одеждой его была жесткая волосяная рубашка, надетая прямо на тело. Сверху ее была другая свитка, и та весьма худая. На время Великого Поста удалялся он в пещеру, где после и положен умершим. Иногда же уходил и в другую пещеру, что близ монастырского села, где подвязался никем незримый. Он оставлял монастырь вечером сырного воскресения, а возвращался накануне Лазаревой субботы. Ночи проходили у преподобного Феодосия без сна, в молитве за себя и за обитель, что много раз замечали иноки, хотя подвижник Божий и старался скрыть свой подвиг от людей. Не раз служитель, когда надлежало будить к утреннему пению, тихо подойдя к двери преподобного, слышал, что он молится, сильно плачет и часто ударяет головой о землю. Преподобный Феодосий внушал инокам более всего охранять себя от гордости и любить смирение. «Когда идете, говорил он, имейте руки сложенными на груди, проходя один мимо другого, кланяйтесь друг другу за смирение». Когда делал он обличение братья, слезы текли из глаз его. Всегда поучал он братью со смирением, тихо, с любовью, без гнева. «Молю вас, братья», говорил он инокам, особенно перед наступлением поста, «будем подвизаться в посте и молитве. Попечемся о спасении душ наших, возвратимся от злобы и от путей греха, каковы любодеяния, вражда, клевета, празднословие, пьянство, объедение, неприязнь к брату. Взыщем Бога рыданием, слезами, пощением, бдением, покорностью, послушанием. Не будем возвращаться к прежним грехам. Назвавшись чернецами, должны мы каждый день каяться о своих грехах. Покаяние есть путь, приводящий к царству. Оно есть ключ к царству. Без него никому нельзя войти в царство небесное. Когда слышал, что кто-нибудь видит бесовские мечтания, то, призывая того, расспрашивал, что и как было с ним. Потом давал правило ограждать себя крестным знамением и молитвою, не уступать нападениям и не сходить с места своего, так как иначе будет тяжелее. Инок Иларион столько страдал от пакости бесовских в своей келье, что наконец сказал Феодосию, не могу более оставаться в келье своей. Никак не оставляй брат своей кельи, отвечал ему Феодосий, дабы злые духи не похвалились, что победили тебя. Раз победив, они будут более делать пакостей и возьмут власть над тобою. Потом перекрестив его, сказал, иди, ты не будешь больше видеть их. Иларион точно более не видел их. Преподобные начальник общежития не терпел того, чтобы инок держал у себя собственность. Обходя по кельям, если находил у кого пищу или одежду сверх устава, то бросал найденный в печь как часть вражию, приобретенную непослушанием. Он говорил ученикам своим, будучи монахами, отрекшись от мирского, не должны мы собирать имения, ничего не должны иметь в келье, чтобы со всем усердием и всей полнотой мыслей совершать служение Богу. Преподобный игумен не допускал, чтобы что-нибудь делали без его благословения. Не терпел, чтобы святое стадо его вкушало и пищу, которая была плодом непослушания и повелевал бросать ее в воду или в огонь. Случилось, что, когда шел он на праздник святого Димитрия, принесли ему очень чистые хлебы. Он велел Келларю предложить их на трапезе для оставшейся братьей. Келларь пожалел и оставил их на следующий день. Когда преподобный увидел на трапезе эти хлебы, то позвал Келларя и сказал, «Лучше бы не заботиться о завтрашнем дне и сделать по моему приказанию». Потом велел одному из братьей собрать куски того хлеба в короб и выбросить в реку, а Келларю за непослушание назначил эпитемью. Собрав множество иноков, преподобный Игумен не любил собирать запасы для обители, а заботясь прежде всего о спасении душ, во всем возлагал упование на Господа. Раз вечером приходит эконом к Феодосию. Так рассказывал инок Иларион, который, умея хорошо писать, каждый день и ночь писал книги в келье Блаженного, тогда как Феодосий тихо читал псалмы и прял волну. «Завтра, говорил эконом, не на что купить хлеба и других потребностей». Блаженный отвечал, «Теперь вечер, а завтрашний день далеко, а потому иди и молись Богу. Уже ли он не помилует и не попечется о нас, как знает». Эконом вышел. Блаженный помолился по обыкновению и после молитвы взялся за келейное дело. Эконом снова пришел с докладом. «Я сказал тебе», отвечал Феодосий, «иди, молись Богу. Завтра ты можешь идти в город и возьмешь у продавцов в долг, что нужно для братьев». Но если Господь сказал «Не заботьтесь о завтрашнем дне», то Он не оставит нас. Когда эконом вышел, вошел молодой статный воин, поклонился и, не сказав ни слова, положил на стол золотую гривну и опять молча вышел. Влаженный, взяв золото, со слезами помолился Богу. Призванный привратник на вопрос «Не приходил ли кто к воротам?» склятывая отвечал, что никого не видал. Тогда блаженный призвал эконома и, отдавая ему золотой гривну, сказал «Брат Анастасий, теперь ты не скажешь не на что купить хлеба. Ступай, покупай». Эконом узнав о происшедшем поклонился. Блаженный присовокупил «Никогда не отчаивайся, будь тверд в вере. Возложи на Господа бремя твое, Он печется о нас. Приготовь же для братьей большой праздник». Однажды пред праздником успения Богоматери оказался недостаток в деревянном масле. Панамарь предложил приготовить масло из льняного семени. Феодосий согласился. Но когда хотели лить это масло в лампады, увидели утопшую мышь. «Мы согрешили», сказал Феодосий. «Нам надлежало надеяться на Бога и верить, что Он подаст нам нужное. Иди же, вылей это масло, а мы подождем, и Бог нам подаст». Вечером привезли большой сосуд с маслом. Такова была преданность преподобного Богу. Не надеясь ни на что земное, не имея никакой опоры на земле, Он всею душою был при Господе своем. Под руководством такого наставника образовались подвижники, достойные великого учителя. Они, говорит очевидец, как земля, жаждущая воды, принимали слово его и приносили Богу плоды, кто в сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать раз. Можно было здесь на земле видеть ангелов, и между ними Феодосий сиял светлее солнца своими добродетелями. Одни из них были великие постники, другие отличались бдением, третьи колено преклоненную молитву. Одни принимали пищу через день или через два, другие питались только хлебом и водою, иные довольствовались вареную зеленью, а иные и не вареную. Низшие покорялись старшим, не смея говорить перед ними, а если что нужно было сказать, то говорили кротко и с готовностью к послушанию. Старшие любили младших, наставляя их как любимых детей. Многие из знатных мирян избрали Феодосия в духовного отца себе, и о них заботился он, учил и наставлял их, когда приходили к нему. Но не только бояры, но и князья любили наслаждаться беседой Феодосия и более всех Изяслав. Он часто приходил в обитель, слушал беседу Феодосии в храме и келье, а иногда приглашал его к себе. В одно время вместе с боярами был он на трапезе монашеской. «Отчего у Феодосия так вкусна пища, как не бывает вкусна на столе великого князя?» спросил Изяслав. «Оттого», отвечал Феодосий, что здесь братья с благоговением и молитвою готовят все. Когда хотят варить что-нибудь или печь хлебы, один идет и берет благословение у игумена. После того кладет три поклона пред святым алтарем, зарыгает свечу у алтаря и ею разводит огонь. Когда вливают воду в котел, говорят старшему «Благослови отче». И тот отвечает «Бог тебя благословит, брат». Твои же слуги, готовя пищу, ссорятся между собою, бронят один другого, осыпая клеветой, часто получают побои от надзирателей не по правде. И так вся служба их идет с грехом. «Истинно так», сказал добрый князь. Притесняемые в суде обращались к Феодосию за защиту и находили в нем помощника себе. Сами судьи уважали праведника. Особенно любил он бедных. Для них построил он в монастыре особый двор. И здесь кормилась бедность всякого рода. Для бедных отделил он десятую часть монастырских доходов. Каждую субботу отсылал он ввоз хлебов в темнице. Любовь его обнимала и преступников. Наконец Феодосий приблизился ко дню блаженного покоя своего. узнав наперед о близкой смерти своей велел он собрать всю братью, находившуюся на послушаниях в селах или других местах. Между тем сам лежал в сильном лихорадочном изнеможении. То томил его холод, то огонь сильно сжег его так, что не мог он говорить. В продолжении трех дней был он в таком положении, что думали, не умер ли он. Затем он встал, и когда собрались к нему братья, он сказал, братья и отцы, вот я знаю, что время жизни моей оканчивается, как открыл мне Господь еще во время поста в пещере. Вы же подумайте, кого хотите, чтобы назначил я в игумена. Братья отвечали, что предоставляют это воле его. Феодосий велел им самим посоветоваться о том между собою. Братья обратили выбор свой на доместика Стефана. Феодосий согласясь с их желанием преподал наставление новому настоятелю и братьям. Братья рыдали. Феодосий утешая их говорил, обещаюсь вам, братья и отцы, всегда быть с вами духом. О дерзновении моем пред Богом вы сами узнаете, когда увидите, что все блага умножаются в обители, то поймете, что близок я к небесному владыке. Отпустив всех, пал он на землю и залился слезами. Это видел сквозь щель брат, всегда служивший ему. Помолившись, лег на постель, вглянул на небо и с веселым лицом громко сказал, «Благословен Бог! Если так, то я уже не боюсь, а с радостью отхожу из всего света». Затем предал дух свой Господу мая 3-го 1074-го года, 65-ти лет отроду. Молитвами преподобного Феодосия, игумена Киева-Печерского, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Аминь.